Доброе утро, уважаемые коллеги, которые присоединились к нашей лекции. Я хочу сказать, что очень хорошо, когда начинается лето и заканчивается семестр, заканчиваются экзамены, заканчиваются занятия у студентов, заканчиваются занятия у преподавателей. И лично для меня всегда это было самое лучшее время, чтобы можно было эффективно поработать. И поэтому очень рад, что летний свободный период у нас сегодня начинается с такого интересного события, как лекция профессора Станислава Дукота. Я думаю, это будет всем нам очень интересно и очень полезно. Я хотел бы сказать несколько слов о пане Дукоте. Это очень известный, всемирно известный инженер-архитектор, который работал в Австралии, Сингапуре, Алжире. Это профессор Словацкого технического университета в Братиславе, член Палаты архитекторов Зальцбурга и Верхней Австрии, Велинцы, член Федеральной Палаты инженеров-архитекторов и инженеров-консультантов в Вене, член Торгово-промышленной Палаты в Зальцбурге, консультант Европейской строительной группы по разработке стандартов энергоэффективности и экологии в строительстве, эксперт Организации Объединенных Наций и, наконец, что мне очень приятно сказать, это очень давний друг нашей Академии и почетный профессор нашей Академии. Сегодняшняя лекция посвящена экологической архитектуре, энергоэффективности и зеленому строительству и планируется осветить ряд очень актуальных на сегодня, я бы сказал, стратегических вопросов развития строительства и архитектуры. Ну, наверное, лучше предоставить слово профессору Дукату, который дальше осветит это более подробно. Здравствуйте, ребята, здравствуйте, коллеги, здравствуйте, будущие коллеги. Я очень рад, что получилось, что мы встретились через интернет, но сегодня это просто так. Как первый пункт, который я бы хотел сказать, как вы можете слышать, мой русский язык не так очень хороший. Я буду делать ошибки, но смотрите, пожалуйста, не на мои ошибки, но на то, что бы я хотел вам сказать. Моя тема есть экологическое строительство, энергетическое эффективность и, где мы находимся сегодня и, кем нам в строительстве надо идти. То, что мы делаем, делаем, есть хорошее или нет. Когда мы бы хотели смотреть впереди, надо смотреть немножко назад. История, я возьму только несколько пунктов, что мы сделали хорошо и что мы сделали плохо. Моя генерация сделала очень много, но тоже плохо. В году, я думаю, 1170, родился в Тосканску один гениус, Леонардо Фибоначи. И он в году 1170 родился, я думаю, точно не знает никто, в том времени не смотрели так точно на людей. И он сделал алгоритмус целого мира. Алгоритмус людей, животных. И это была прекрасная работа на этом фундаменте, когда бы мы работали до сегодня, до сегодня, нам бы у нас не было практически никакие экологические или энергетические проблемы. а потом пришел некогда в 1090, был на верхуле один из самых больших гениусов людей, Никола Тесла, и он сделал много патентов, где он показал, что нам не надо, нам не надо фосильного топлива. Потом пришел время 1917 переврат и пришли коммунисти и у них идеология была мы победим природу. Огромная ошибка, потому что наша земля, нашей земле не надо людей, но людям надо землю. И в этом время пришел тоже один человек, который сделал энергетическую революцию, но сделал очень плохо. а это был Rockefeller, который сделал фосильное топливо для транспорта, для зданий, для целой жизни. И эти негативные пункты, которые у нас остановились в этой работе, мы должны делать коррекции. Коррекции надо делать большие. Если бы меня спрашивали, если я спокоен с моей работой, я работаю от года 10972, практически половину столетия, 50 лет, минус один год. Это уже много. если я спокоен с этой работой, да и нет. Я говорю не о мне, но о моей генерации. Да, потому что мы сделали то, что надо было сделать, построить здания, городы, метро и ИИ. И мы построили очень, очень много зданий, которые для людей нужны. что мы сделали плохо. Мы сделали плохо, что мы не смотрели на природу, на мир, на нашу землю много лет и мы используем более как надо. И то, что меня удивляет в мире, это я работаю в Сальсбурге и переживаю в Сальсбурге и вижу, что мы делаем в Центральной Европе, Немецко, Австрия, Швейцария, Чехия, Словакия и так дальше. и когда я вижу, когда мы делаем сотрудничество с Сингапуром или Австралией, вижу, что мы знаем системы, которые экологичные, мы знаем, что мы знаем сделать здание, которое не употребляет никакой энергии, но энергию делает, мы не строим. Почему? Это для меня один вопрос, который я не могу ответить. Я сказал, что я приготовляю лекцию о одном маленьком здании, которое я теперь сделал в городе Мюнхен, немецком, Павария. Семейный дом очень тяжело сделать, чтобы он был энергетический и экологичный, потому что он потеряет энергию через эти стены и он делает 74 киловатт часа на год, на квадратный метр и год. И соседи употребляют нецелых 70 киловатт часов. Это значит большая разница. И это здание 8% меньше стоят как классические здания. Теперь, молодые коллеги, я бы хотел сказать, что в этом здании я буду делать лекцию, когда у меня будет время, я буду здесь Сальсбургом сделаю. Если у вас интерес, то возможно включиться. Теперь я бы хотел сказать немножко слов к ситуации в мире. когда вы посмотрите ситуацию в мире, у нас принципиально три проблемы. Первый проблем есть здания. Здания потребляют много энергии, делают очень много COCO, свай и так дальше. И потребляют и каждое здание уничтожить зеленую землю. Другой проблем есть транспорт, автомобили и так дальше. Третий проблем есть продукция, выработка, заводы. Когда я думал, какая пути может быть завтра, после завтра, то есть такая, чтобы мы строили здания, которые дешевле делают энергию, то эту энергию мы можем отдавать до транспорта и до выработки. С точки зрения энергии целый мир сегодня бежит на фосильные фосильные поливы. Это газ, это ну, вы знаете, и только очень мало очень мало процентов есть экологичная энергия. сегодня все политики большими словами говорят соларная энергия это просто решить те проблемы и мы должны делать. Молодые коллеги, теперь я вам хочу сказать, что после 50 лет моей работы я пришел к тому, что то, что вы слышите от политиков всегда глупота. Не верьте словам политиков. И когда я это скажу, то не только украинские, но европская политика, австриянская тоже. Я не знаю, откуда верит Австрия только дурага, как у нас в государстве. и они не хотят слышать слова правду. Только два пункта, которые я вам хочу сказать о соларной энергии. Австрия. Австрия самая первая страна всему мира с точки зрения экологии, экологическое страна. У нас это называется Зеленый мир. Я думаю, что это вы знаете, что это значит. Зеленый мир в Австрии очень мы смотрим, чтобы мы это сделали. в Австрии 170 миллионов квадратных метров крыши, которая идет смером на юг, и 80 миллионов квадратных метров фасады от зданий, которые идут на чистый юг. фасады есть это решение, когда мы даем солар? Да и нет. Да, когда мы солар сделаем, в здании будет хватить энергии. Но первый пункт. Посмотрите термальные коллекторы. Термальные коллекторы делают из солнца теплую воду. Для топления, для теплой воды. Но хорошо. На ламелах термального коллектора через лето 180 градусов и зимой, когда придет очень крепкое солнце и минус 5, минус 3 градусов и тела имели 130 градусов всегда, когда они работают. Фотовольтаик делает из солнца прямо электрическую энергию, и они нагреваются на температуру 75-77 и так дальше приблизительно градусов. Когда мы сделали 1000 или миллион квадратных метров коллекторов, но хорошо, когда мы сделали в Ауслии 170 миллионов квадратных метров коллекторов, мы нагреваем целую страну. Это хорошо? Нет. Мы мировали теплоту уже сегодня. Сегодня это было пред корону, я думаю, в 2018 году. Мы мировали теплоту в Сальцбурге, в центре, через летом, и 15 километров воздушной ленией перед Сальцбургом. Разница была 17,8 градуса. 17 градусов температура разница. Это значит, нам надо потом в городе очень много энергии для климатизации и и и и. Очень большой проблем есть то, что транспорт сегодня приходит большим кораблем с от Китайцев и надо только посмотреть на один пункт. Один контейнер про 100 километров через море транспорт ему надо приблизительно 2,6 литра дизела. Дальше корабле 17 а 19 тысяч таких контейнеров. то означает, один час они или на 100 километров лучше сказать, употребляют 45 50 литров дизела. Хочу сказать, что мы сделали очень большую ошибку, что комплектная выработка сегодня у Китайцев Европа не делает практически очень мало. А каждый день в целом мире приблизительно 90 тысяч кораблей на море от Америки до Австралии, с Австралии к Китайцам, Китайцы Европа Европа а я не знаю, где. А надо посмотреть на математику. 45 тысяч на 100 километров раз 90 тысяч а это энергия и энергия есть CO2 и ИИ. Я не хочу вам сказать песимистические слова. Я вам хочу, я бы хотел вам сказать, но слово, которое это моя правда. И какие задачи ждут на вас теперь для молодой generации и то, что люди, которые начинают студию на Академии в Днепропетровске, в Днепр, задачи, которые на вас, вы, молодая generация, надо решить. Я, очень рад вам отдаю то, что я знаю, вы должны это делать лучше. Я делал лекцию, это я думаю, 2-3 недели тому назад до Немецка, и они мне дали один студент, они мне дали один вопрос, какие хорошие рады, что бы я им сказал, что они должны делать. Я им ответил на следующий пункт. Что вы должны делать? Я не могу вам сказать, вы, умные люди, вы можете читать, писать, вы понимаете то, что вы написали, что вы читали, я вам могу сказать, что бы я дукат сделал, когда бы был я на вашем месте. Слышите меня, что бы я сделал, но делайте так, как вы думаете хорошо. на вашу. А этот пункт я хотел теперь сказать молодые друзья в Днепре, Украина. что бы я делал, когда бы я был на вашем месте в Днепре? Я. Но я вам скажу, для меня бы это было абсолютно ясно. Я буду говорить теперь в пунктах. Первый пункт есть, я бы хотел сделать университет, эту школу такую, которую бы я хотел, которая мне, я так называю, уютно, которая мне нравится, где у меня интерес. Когда я бы хотел быть врач, то никогда бы я не шел на технику. Когда я бы никогда не хотел быть врач, то бы я хотел идти на технику. Это очень важный вопрос сказать, что я хочу. Другой пункт есть, когда вы будете выходить на университет, вне строительной академии, другой пункт есть, надо сказать, хорошо, строительство, хорошо, и теперь что? Хочу делать geometрию, хочу делать архитектуру или статику, конструкцию. Надо сказать другий раз, что я бы хотел делать, что меня интересует. и я попробовал очень много информации получать от профессоров, от преподавателей, которые на университет, которые делают открытые двери, где вы можете прийти, и давать вопросы. эгоистические, эгоистические, то, что вы хотите слышать, то вы спрашиваете. Не надо быть хороший человек, надо быть прямо сказать, когда я пойду на архитектуру, что мне надо знать, и так дальше. Третий пункт есть. На школе вы встретите люди такие, как в жизни. Очень хорошие, нехорошие. Очень умные, менее умные. С которыми вы будете очень рады работать или нет. Никакой проблем это есть, потому, что это жизнь. Такие люди вы будете встречать целую вашу жизнь. Вы должны не смотреть на профессора, не смотреть на доцента, вы должны всегда смотреть на вас, чтобы вы взяли от профессора все то, что он знает, это приводили от него к вам. Третий пункт есть, четвертый пункт есть. Я бы сделал грунтовые семестры, первый, другой, третий, четвертый на сто процент в Днепре. На сто процент. Почему? Потому что, когда я вижу эти фундаментальные качества молодых людей, есть в этом фундаментально лучше, как в немецком, лучше, как в Франции. я эти разницы вижу. Молодые люди в большом мире, я дома, я вижу, как это идет в Австрию, немецком, Швейцарии и так дальше. И вам не надо кланяться немцам, фундаментально вы лучше. Потом придет граница, где вы должны опускать Украину на один, два семестра и сделать семестер сотрудничества уже между Европейский союз возможно сказать своим университетам. И там сделать один, два семестра, чтобы вам открыли глаза и бы видели, что делают немцы, что делают австрицы, Швейцари, Финляндия, они хороши. И вы будете очень хорошо знать язык. Ну и последний пункт, который бы я на 100% сделал, есть после 1-2 годы в Европском союзе, я бы вернулся на Украину и там был 5-6 лет, не знаю, сколько, не знаю, работают трудничество с академии в другом мира, нет. лет, но люди молодые слышат, потенциал огромный, 10 раз более, как Австрия или немцы вместе, но через 5 лет вы не сделали ничего. И то я вам говорю, это большая ошибка, вы потеряли очень много времени и это время работает не для вас, но против вас. Но я сказал, что я буду говорить 10-20 минут, вижу, что я говорю очень, очень много минут, извините, я уже 37 минут говорю, извините, я не хочу ваш час брать, Eva, я здесь теперь жду, если с вашей стороны какой-то вопрос на меня, пожалуйста, когда вы будете говорить, говорите медленно, помоле, и просто, не компликованно, потому что русский язык это не так. Я думаю, что архитектуру знаю лучше, как русский язык. Спасибо. Пан Станислав, спасибо большое за вашу лекцию, я хочу отметить, что очень важно, очень важно, что вы подняли именно фундаментальные масштабные вопросы, да, то есть, мы не говорили сегодня о каких, мы не говорили сегодня о каких-то локальных технических решениях, а вы определили именно фундаментальные глобальные вопросы, которые, которые предстоят решать и не только сегодня, но завтра, послезавтра и на десятилетие. Пожалуйста, у кого могут быть вопросы к профессору? Пан Станислав, я хотел бы от себя задать такой вопрос, ну, первое, как вы могли бы оценить соотношение затрат при реализации энергосберегающих экологичных технологий, то есть, то, что касается инженерной точки зрения, с инженерной точки зрения мы говорим, окей, у нас есть разработанные технологии, и тепловые насосы, и солнечные коллекторы, фотофатические панели, но если мы говорим о практическом внедрении, часто мы сталкиваемся с тем, что такая энергия оказывается дороже, и люди не всегда хотят ее поэтому внедрять, то есть, возникает противоречие между экологическим жильем и социально доступным жильем. Как этот вопрос мог бы решаться, и как это решается в Европе? То ли это какое-то долгосрочное государственное кредитование, то ли специальные тарифы? Как бы вы видели это направление развития? В принципе, ваш вопрос есть, есть три вопросы. Первый вопрос есть техническое решение каждого здания. Я не знаю, если на Украине это тоже так, у нас это скажет коэффициент маленький у. Стена, если вы так строите здание, чтобы она была энергетически активная, должна мать У негде там около 0,1 или Р 10 приблизительно. Я не знаю, если эти коэффициенты у вас тоже такие. У нас в Европском Союзе так. Да, У это коэффициент теплопередачи, а Р коэффициент термического сопротивления. а 1 делено Р и 1 делено Р окей, хорошо. Стекло надо 0,5 и окно потом 0,7 крыша 0,08 но то, что я говорю, то это стандарты. К чему я пришел? Какие мои эксперименты? есть таки, что надо не только смотреть на эти коэффициенты, это просто стандарты, но самые большие потери энергии в здании есть процессные потери. процессные потери огромные. Я слышал солнечные энергии, солнечные энергии, фотовольтай. Хорошо. Я получил на хоре очень много энергии, но до батерии я получил минус 38%. это самое лучшее мира работают так. Но что я получил? Я получил очень много тепла. Если это хорошо, это наш технический уровень, но надо это тепло употреблять. когда вы делаете проект, вы должны я скажу это с другой стороны. Я вам сказал это семейный дом, что я делал в немецком. Хорошо? Для день нормы. Вы знаете день нормы. 128-31 там нормально потребляют 24 тысяч ватт для топления. Я потребляю не 24 тысяч, но 20 ватт. Но почему на квадратиметр? Почему? о этих принципах я буду говорить. Но с хора от Бога, когда мне надо топление, которое на квадратный метр делает более как 10 киловатт часа, киловатт, я не получил 10 киловатт, я получил в одном году 1200, 1300 киловатт часа в году. Это значит, мы от Бога полючим очень много, не делаем ничего, но транспортуем 8000 километров восток Руси или Emirаты или я не знаю откуда газ и включим и делаем глупоту. Это был вопрос номер один, я его не ответил комплектно, но назначил к ошибке. Другий пункт есть дешевле. Это теперь и не будет. целый Европский союз уже дает податки CO2 на доплате для средний дом в Немецку, штатистически средний, какый средний дом в Немецку? Средний дом в Немецку имеет 130 квадратных метров чистой плоды. Это будет делать в Гаду около 300-350 киловатт евро в году будет платить каждый Немец для болезни, потому что он употребляет фосильная энергия. И фосильная энергия есть CO2 NOx O3. Тепер я думаю это одна неделя тому назад сделали сами сами пресни закон строительный экологичный в Австрии и Австрия приблизительно 8 миллионов жителей. И мы будем платить каждый год каждый год 1 миллиарда евро на податках до Зеленого штатного фонда 1 миллиарда евро которая идет там на дотации для Зеленого мира. Когда я говорю Зеленый мир это значит транспорт это значит выработка это значит здание это значит целый жизнь целый целый не только архитектура но целый жизнь в Австрии. У нас была дискусия есть это правильное или не это уже нужно потому что внуки от моих внучков будет последняя generация людей на этой земле когда мы не сделаем очень большой поворот. Третий пункт который это была экономия. CO2 податки придут к вам тоже. И какие технологии это вопрос что я сегодня скажу уже завтра неправда потому что теперь так много новых патентов многих людей умные на Украине тоже хочу два проекта сделать тоже с вашей академией для экологичных компонентов так бы я скажу и там бы очень хорошо было когда бы нам получилось коллеги это вам говорю молодые люди взять до команды и чтобы они с нами работали чтобы они чтобы мы их двигали и чтобы они конкретно видели как это как такие новые элементы просто растут как они могут быть у меня думаю 5 или 7 патентов не знаю для экологичных элементов а эти элементы мы можем все завтра сделать а употребление энергии идет потом вниз но мой проблем есть нет время и нет сил делать все я думаю что как немножко ваш вопрос я ответил я ответил не точно вы ответили очень глобально очень глобально именно вот эти важные вопросы они все взаимосвязаны друг с другом спасибо может быть еще какие-то вопросы когда нет вопросов это очень хорошо и плохо хорошо для меня плохо для молодых людей что я думаю их мой вопрос есть интересует это молодых людей я думаю что сегодня студенты наши получили достаточно много именно емкой масштабной информации над которой нужно думать и осмысливать потому что я повторюсь это не просто конкретный вопрос какое-то техническое решение а это программа программа развития и программа роста на году то есть это должно быть осмысленно ими и конечно притворено в жизнь воплощено в жизнь я думаю студенты не были готовы к столь глобальным проблемам когда бы я начал нашу тему проблематики конкретными техническими решениями то мы будем говорить еще в 7 часов вечера нет нет тогда это будет курс на целый семестр понимаете это нужно это уже задел для курса на месте но ответ хорошо хорошо пан Станислав тогда спасибо огромное вам за ваше время за ваши идеи за ваши вопросы которые безусловно вы поставили нам есть над чем подумать и я уверен что это очень полезно для дальнейшего развития будем будем стараться совместно искать решения надеюсь сотрудничать сотрудничать дальше хотелось бы плодотворно поработать в дальнейшем извините не понял я говорю что хороший задел на будущее то есть будет над чем подумать студентам летом для того чтобы осенью можно было начинать работать более плодотворно в экостроительстве так я сказал что я приготовил сделать эту лекцию эту лекцию техническое решение конкретное техническое решение этого здания конкретно разанализовать как я это сделал и какие результаты это принесло другий пункт есть если у вас это делают очень много в Финляндии и тоже элитные университии в Англии они делают такую вольную дискусию с людьми от практики а там разные вопросы и темы и там интересная атмосфера от молодых людей потому что там очень много стран очень много раз очень много которые каждая страна имеют иные проблемы я я думаю что когда бы нам получилось включить молодых людей до этих конкретных проектов например социальные здания на востоке Словакии это было хорошо потому что они там видели как такой проект зеленого дома здания где принципиальные проблемы что надо сделать где надо очень осторожно смотреть не сделать ошибки что может принести очень много что мало и это техническую практическую анализу это было я думаю для молодых людей хорошо я думаю последний последняя возможность от студентов есть один который хочет что-то сказать или нет тихо я думаю нужно осмыслить и подумать осмыслить и подумать и в следующий раз уже сформулировать пан Станислав спасибо вам огромное пользуясь случаем я надеюсь на плодотворное развитие нашего сотрудничества и что в Словакии мы не один раз увидимся сейчас пользуясь случаем хотел бы пригласить вас и в Украину если у вас будет такая возможность в сентябре мы будем проводить очередную конференцию посвященную энергоэффективному экологическому строительству это будет совместно с техническим университетом города Чернигов и из технического университета города Чернигов там раньше был ректором наш министр образования то есть министр раньше был там ректором есть такие планы пригласить на эту конференцию министра не знаю будет ли он сам но кто-то может быть будет от него вот и буду очень рад если у вас в сентябре будет такая возможность пожалуйста пожалуйста приезжайте и будем продолжать сопровищать спасибо посмотрю окей я вам скажу спасибо я вам скажу до свидания и я вам желаю всего хорошего останьте здоровы без короны и возможно встретимся в Днепре или в Сальсбурге посмотрим ну и сейчас мы подготовили проект с университетом Коши совпадали с вашей помощью и работаем над проектом социально доступного жилья у нас Коши мы включили в команду и студентов магистратуры наших молодых как вы правильно отметили молодые ребята этим занимались принимали поэтому с оптимизмом смотрим будущее продолжаем совместно работать когда мы о этом пункте говорим это очень важный пункт я уже сказал до свидания но это очень важный пункт а то есть когда мы сделали теперь сотрудничество в Днепре в Коши хорошо мы будем делать какие-то проекты результаты от этих проектов надо принести на Украину для социального жилья я на Украине был ядер 7 раз не знаю возможно уже 10 не знаю и я видел на Украине что у вас вопрос социального жилья очень 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 важный вопрос очень важный вопрос и у вас людей немало для которой нужно делать социальное здание социальное жилье это важный проблему а когда мы это уже делаем надо делать надо делать экологично хорошо еще раз спасибо большое спасибо и до свидания спасибо до свидания спасибо спасибо Продолжение следует...